Мортал Комбат Если вдруг вы хотите услышать мое мнение Так вот оно, лучше поздно, чем никогда Во-первых, я бы не сказал, что это отличное кино Он очень угнетенный, в нем есть какая-то дешевизма Но он очень развлекательный И если бы я это кино сегодня смотрел впервые, то бы мне оно показалось забавным Но дело в том, что я его смотрел в кинотеатре, когда мне было 15, и мне он очень понравился И это кино меня просто взрывало Но сейчас я смотрю и думаю, что я курил? Ответ, ничего, но представьте, если бы действительно курил Это не очень хорошее кино Но каким-то образом в то время оно было хорошим Тогда было очень мало фильмов, основанных на видеоиграх Голливуд тогда только изучал этот феномен И в наше время они, видимо, все еще изучают его Супер-братья Марио были первым фильмом по игре Я не имею в виду, что это был первый фильм про игры Но это был первый фильм, который основан на коротенькой и широко известной игре Но адаптировали они его очень слабовато Там практически ничего нет от игры Но конкретно в тот момент времени Это вроде как имело смысл, потому что Но это же фильм, он не может быть как игра? Серьезно? Потом вышел Войной Дракон Что я не знал о его существовании до недавних пор Затем вышел Уличный Боец Опять же казалось, что они понятия и не имели, что с ним делать Не могли же люди просто биться И кидать их в дуке на друг друга Поэтому в итоге они сняли типичный экшен С персонажами из игры Спорно, но все же эта попытка считалась лучше, чем Супер-братья Марио или Двойной Дракон Но суть в том, что планка была установлена ниже некуда Казалось, что игры просто не созданы для того, чтобы стать фильмами И тогда вышел Mortal Kombat Я пошел смотреть его с несколькими друзьями И нам просто всем снесло башню Мы кричали в экран Это было круче вечеринки Детишки в школе болтали о нем Выбегали на бейсбольное поле с криками Mortal Kombat! Сейчас вспоминаю это и думаю Почему я был так сильно впечатлен после него? Наверное, потому что он был другой Это был первый фильм по игре Который ощущался как игра Он не пытался изобрести какую-то свою чушь А просто дал тебе игру и паху на все Никаких наград не пытался выиграть Он нацеплен на очень узкую аудиторию и был подан именно для них Ну или тогда так казалось Там было много драк И многие движения из игры изобразили на экране Например, удар в пах от Джонни Кейджа Огненное дыхание скорпиона без маски И кто-нибудь падающий на шипы В то время, видимо, мне хватало просто увидеть высокобюджетное кино Имитирующие вещи, которые нам известны из нашей любимой игры Когда кино и игры пересеклись, это было серьезное событие Каждый персонаж с этого экрана выбора был представлен Плюс несколько персонажей из Mortal Kombat 2 Они выглядели и вели себя, как и ожидалось И это может и кажется минимальным требованием Хорошо, что им хватило ума использовать только первую часть игры Потому что там и так хватало персонажей, чтобы втиснуть их в квартиры Каждый из них должен быть представлен хотя бы в одной или двух сценах И таких сцен немного Чтобы вы максимально быстро поняли, что из себя представляют персонажи Например, Джонни Китч С ними есть сцена, где он на съемочной площадке фильма Спорит с режиссером и уходит Чтобы вы поняли, это звезда Голливуда Двигаемся дальше Каждый раз, когда я вижу Кристофера Ламберта в роли Рейдена Все, о чем я думаю, это горец Вообще, у них очень сложная задача впихнуть всех этих персонажей в фильм И угодить фанатам Учитывая все это, я думаю, у них получилось Сама игра Mortal Kombat, походу, заимствовала идею у фильма «Выход дракона» Потому что на различных бойцах Собраны вместе для участия в турнире Поэтому логично, что фильм цитирует «Выход дракона» еще больше В целом сюжет один и тот же Но с добавлениями сверхъестественного Например, магические способности И пространственные порталы Сюжет был не настолько важен, как очередной бой Это все, что нам было нужно, и фильм нам это дает У нас тут Сони против Кейна Джонни Кейдж против Скорпиона Люк Кен против Саб-Зиро и так далее Складки были стоящие Видно, что внимание уделялось хореографии всего действия Мой любимый бой — это Люк Кен против Рептилии Это был первый раз, когда я увидел работу с тросами Где люди переворачиваются в воздухе и летят в стены Не думаю, что видел много фильмов про боевые искусства в то время Поэтому я был сильно впечатлен Так впечатлен, что даже не заметил отсутствие крови и жестокости Что сейчас кажется обязательным, так как является большой частью игры Но моему молодому возрасту бои казались в фильме такими жестокими, что моя фантазия их дорисовывала Я как бы видел жестокость Но все равно, здесь есть суровые сцены Соня ломает шею Кейну Череп Скорпиона режется пополам А потом взрывается И Шамцунг получает шипы в грудь Тогда для меня этого было достаточно Полагаю, что 15-летние сегодня имеют доступ к куда более жестоким материалам, чем это Фильм получил рейтинг от 13 лет Но сегодня, если экшен или хоррор получают рейтинг от 13 То всегда получают логотип под присмотром родителей Фильмы по играм только зарождались И нельзя было обособиться от детей Если бы он был от 17 лет, то дети бы его не смотрели И в том числе я И все, кто был несовершеннолетним в то время Я был среди целевой аудитории И могу подтвердить, что фильм свою аудиторию нашел Посмотрел бы я его, если бы был старше Сомневаюсь, потому что К тому времени, как вышел Mortal Kombat истребление Я уже его перерос Сегодня я смотрю на фильмы, и, конечно же, он кажется очень скучным И сейчас я бы предпочел увидеть фильм Mortal Kombat как можно более жестоким Микроваву Но даже если бы я смог вернуться назад во времени Я бы не стал этого делать Потому что это повлияло на мои подростковые воспоминания Спецэффекты и хороши, и не очень Сначала хорошие, Гора, превосходен Это чувак в костюме, плюс с ним еще несколько пукловодов Который управляет руками и лицом Мужик внутри, это дизайнер монстров, Том Удеров-младший Во многих сиквелах Чужого, Гилман и многих других Гора представляет последнее умирающее направление В дизайне эффектов монстров 90-х Так со временем все заменится на компьютеры Здесь вы можете увидеть этот переход Так как в этом фильме есть еще компьютерная тварь Персонаж рептилии В своем обычном обличье он что-то вроде ящерицы В те времена я и понятия не имел Очень бросается в глаза Ярко обведенный анимированный персонаж Бегающий по темным локациям фильма Выглядит неуместно Но также есть и хорошее применение компьютерной графики Например, замораживание Саб-Зиро И гарпун Скорпиона, который выходит из руки Вот это грамотная графика Ее используют там, где действительно она нужна Конечно, стоит упомянуть драйвовую музыкальную тему Даже если вы не видели этот фильм То, скорее всего, все равно признайте, что песня очень крутая Но обычно я воспринимаю ее отдельно от фильма Потому что я помню ее включали на катках, вечеринках, танцах По-моему, ее даже у меня на выпускном включали В 90-х от этой песни некуда было деться Поэтому я даже забыл, что она из фильма В итоге, знаю, звучит это дико, но по-моему Это лучший фильм, основанный на игре Я знаю, это все равно, что сказать «Я вчера посрал лучше, чем на прошлой неделе» Я знаю, это все равно, что сказать «Я вчера лучше посрал, чем на прошлой неделе» Учьте также, что я не могу поспеть за новым кино по играм Все, что вышло после «Обители зла», мне не было интересно Я и многих современных игр не знаю Так что я не уверен, насколько хорошо они передаются в кино К слову о киноадаптации видеоигр Фильм «Мортал Комбат» был достижением Он не позорил игру, а уважал ее Может, он и не очень хорошо перенес время Но в то время он был чем-то намного больше Подписывайся на наш канал и ставь лайк